Книга «Открытым оком», том 1, вопрос 65, тема молитвы. «Святые молились о помиловании врагов. Что они имели в виду? Простить им грехи или обратить их?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Обратить, молиться о прощении грехов можно только за тех, кто сам раскаивается и просит о том же, а за тех, кто не раскаивается, просить о прощении грехов и помиловании запрещено. «Нужно просить, чтобы Бог любыми ведомыми лишь Ему пути, ведомыми лишь Ему путями, даже через мучения, через казни, обратил их на путь покаяния. Об этом молятся святые и на земле, и на небе. Откровение 6, стихи 9 по 11. И когда он снял пятую печать, я увидел под жертвенником души, убиенных за слово Божие и за свидетельство, которое они имели. И возопили они громким голосом, говоря, «Да коли, владыка, святый и истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу!» И даны были каждому из них одежды белые, и сказано им, чтобы они успокоились еще на малое время, пока и сотрудники их, и братья их, которые будут убиты, как и они, дополнят число. 1 Иоанна 5, 16. «Если кто видит брата своего, согрешающего, греховник смерти, то пусть молится, и Бог даст ему жизнь, то есть согрешающему, греховник смерти. Есть грех смерти, не о том, говорю, чтобы он молился». Иеремия 7, 16. «Ты же не проси за этот народ, и не возноси за них молитвы и прошения, не ходатуйся предо мною, ибо я не услышу тебя». Иеремия 48, 10. «Проклят, кто дело Господне делает небрежно, и проклят, кто удерживает меч его от крови». Иеремия 9, 4. «И сказал ему Господь, пройди посреди города, посреди Иерусалима, и на челах людей, скорбящих, воздыхающих о всех мерзостях, совершающих среди него, сделай знак. Кто не осознает своего греха, о нем, возможно, только одна молитва, о его обращении». 2 Тимофею 2, 25. «С кротостью, наставлять противников, не даст ли им Бог покаяния к познанию истины». 1 Тимофея 2, 2. «За царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую, безмятежную, во всяком благочестии и чистоте». «За царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую, безмятежную, во всяком благочестии и чистоте».